Ермек, еще раз здравствуйте. Интересная такая у нас в России вещь. Мы вроде бы федерация, но если ты говоришь в России слово федерализация, которое так успешно навязывалось украинцам, то в России ты можешь сесть. Вот у нас Дарья Полюдова, она хотела провести марш за федерализацию Кубани. Два года колонии. Вот так. Как вы думаете, с чем это вообще все связано? Ну, давайте изначально хронологию событий сделаем, тогда будет более понятно. Когда произошла революция в 1917 году, большевики и эсеры, они выдвинули программу самоопределения наций. Вот РСДРП, которую представлял Владимир Ильич Ленин, у них было разъяснение, что такое, что подразумевается под понятием полное самоопределение народа. Это когда народ без согласия России, без согласия Москвы, допустим, Башкирия, без учета Москвы, без учета России и без учета даже русского населения внутри Башкирии, проводит свой национальный съезд или проводит свой национальный референдум, где голосуют одни только башкиры. И они только и решают вопрос, оставаться ли в Российской Федерации, быть ли автономией или быть независимым национальным государством с выходом на внешнюю границу или как анклав во многих странах мира. То есть, вот это и есть полное самоопределение. То есть, никогда там, вот знаете, когда был генерал Деголь, чтобы дать свободу Алжиру, во Франции проводился референдум. И французы должны были дать согласие на то, чтобы чужой народ стал независим от французов. И если бы французы проголосовали бы против независимости Алжира, то алжирский народ не мог получить свою независимость. Так вот, вот это ленинское определение большевиков и эсеров, оно вот такое суперрадикальное даже до сих пор на сегодняшний день. И вот я ратую вот за такой подход. То есть, в принципе, если курды хотят освободиться от Сирии, Ирака, Турции и Ирана, то, в принципе, им достаточно собственного согласия, без согласия иранцев, иракцев, сирийцев или турков. То есть, вот, когда в 2017 году они пришли к власти, большевики и эсеры, и вместе они провели федерализацию и смогли создать вот такую ситуацию, она быстро закончилась. Фракция шовинистов внутри большевиков быстро победила, и со смертью Ленина пошел резкий откат. В 25-м году, в частности, от Казахстана отняли Оренбургскую область казахскую. К 39-му году, к 34-му, к 35-му, к 39-му году полностью завершился процесс уничтожения национальных сельсоветов, властей и районов. Их было в Советском Союзе порядка 5,5 тысяч. Вы представляете, 5,5 тысяч мелких автономий было... Только Казахстан. Включая Казахстан. Это и Россия, и Кавказ, и все-все-все. По всему Советскому Союзу было уничтожено 5300 малых автономий. И потом начался откат уже на более высоком уровне. Карельскую и Финскую республику, помните, ее создавали, потом упраздняли и так далее. При Путине упразднили 6 автономий. То есть, в принципе, делалось все таким образом, чтобы республики не могли отсоединиться. Вы представляете, если бы, допустим, к моменту 1991-го года, там, Якутия, Поволжье, Кавказ были бы, допустим, союзными республиками, то они автоматом бы получили бы независимость и существовали бы с Россией на договорных основах, как между Азербайджаном и Россией. То есть, в принципе, вот такая политика. Теперь, де-факто, Путин, Ельцин встретили 1991-й год с уже существовавшей структурой федеральной России. Федеративной России. И изначально федерация подразумевалась как союз коренных народов. Поволжья, Сибири, Кавказа и, собственно, русского народа. И долгое время, значит, когда уже победившая после Ленина шовинизм внутри самой партии, он привел к тому, что сознательно не создавалась русская республика внутри Российской Федерации. Еще и по следующей причине было сделано математическое мошенничество на высоком уровне. А именно, представляете себе, когда все 50 российских республик, такие как Старорусские, Тамбовская, Вологодская, Владимирская, Орловская и Новорусские, такие как Иркутская, Красноярская, другие Ставропольская, Краснодарские области и края, если бы они были под одним колпаком в составе одной русской республики, то голос русской республики был бы приравнен к голосу Ичкерии, Башкирии, Карелии и так далее. А что сделано было Москвой? Значит, каждая область из этих 50 областей, 60 областей, сейчас не помню, каждая из них по голосу была приравнена к целой Башкирии, Татарстану, Якутии и так далее. И получилось так, что, допустим, 30 республик и национальных областей, и округов, все вместе имели внутри федерации голосов меньше, чем один русский народ в лице 50-60 областей. И области еще пытались разукрупнять, где была одна область, Московская, там появилось 3-4 области, из нее выделилась Рязанская, Калужская область и так далее, Калининская область. И вот таким макаром голоса национальных республик были вообще утоплены. Это знаете, как вот мошенничество, когда пытается в акционерном обществе делать эмиссию акций, и утопляют в болоте голоса старых акционеров, которые не приближены к руководству акционерного общества. Вот примерно таким же макаром была произведена эмиссия. Было клонировано еще дополнительно 20 российских областей мелких. И если по карте посмотреть, многие области настолько мелкие, что они сравнимы по территории с какими-то районами в Казахстане, в Украине и так далее. То есть вот такой путь он позволил власти в России и в целом по Советскому Союзу, в обоих случаях в Москве, создать ситуацию, когда национальные республики не могли иметь права голоса. И все это привело к тому, что, допустим, даже в союзном правительстве или в Российском Федеративном правительстве, в министерствах практически не было представителей Поволжья, Сибири, Кавказа. Были только русские. А в союзном правительстве были максимум еще украинцы и грузины. Вот такая политика была шовинистическая, и она, в принципе, породила вот такую ситуацию, когда массовое общественное сознание россиян, оно вот культивировалось с большим привкусом шовинизма. И когда, допустим, многие русские, приезжая в Казахстан, позволяли себе десятилетиями жить и не знать коренного языка, и с чванством, шовинизмом, высокомерием встречать любой говор на коренном языке и орать, допустим, в автобусе, не говорите на своем диком языке, говорите нормально по-русски. В Казахстане? Да. Вы предъявляли претензии к казахам за то, что они говорили? Да, за то, что они говорили на казахском языке в автобусе. Нормально русскоязычных ущемляют. То есть, в принципе, вот такая ситуация, она и привела вот к такому массовому атмосфере. И это было очень неприглядно, и оно имело сильные позиции, потому что это подкреплялось тем, что МВД, КГБ, традиционно силовые структуры, там все командиры дивизии на территории Казахстана или Башкирии всегда традиционно занимали русские. Или вот недавно, допустим, я встречался с ветераном спецназа ГРУ Советского Союза, и он говорил, где бы я ни служил, была такая квота, не меньше 85% должны были заниматься славяне, хотя, допустим, русские в Советском Союзе занимали 49% к общему сведению. И тем не менее, в принципе, старались не брать ни кавказцев, ни азиатов, ни среднеазиатов, ни казахстанцев, ни тюркские народы, там Якутия, Татарстан и так далее. Чтобы Якут был десантником или спецназовцем в Советском Союзе, такое, наверное, можно за всю историю найти один раз и так далее. Вот просто пример хочу привести, чтобы понимали, что такое Российская Федерация в Башкирии, или в Бурятии, или в Хакасии, можно привести пример, опять же, на примере Казахстана. Многие первые руководители республик назначаются Москвой. Русских расставляют без знания бурятского, якутского языка или казахского языка. Допустим, Пономаренко привезли из Белоруссии украинца, который не знал ни белорусского, ни казахского языка. Привезли из Армении человека, он не знал казахского языка. Привезли из разных республик, Колбино, помните, в 86-м году были волнения. Он тоже из Ульяновской области, он не знал казахского языка даже близко. И вот, в принципе, Москва не чуралась спокойно назначать... Вот вы представляете, допустим, я с Алматы назначу в Москву человека, который разговаривает на таджикском языке, и он не знает никак ни русского, ни украинского языка, и он там еще кричит на русских, что они говорят, позволяют себе говорить на каком-то ломаном, непонятном русском языке. Говорите на нормальном таджикском языке. Вот такой прикол, он немножко более доходит, когда приводишь вот такие нормальные логические пояснения схемы. То есть, на самом деле, очень сильно искривленное нормального мышления в российском обществе давно нету, и большой процент составляют люди, которые мыслят схемами шабинизма. В свое время Швеция, которая была империей, она отошла от всего, и она развивается, по словам самих шведов, благополучно, благодаря тому, что, по их словам, они отошли от схем шабинизма, и они сконцентрировались на внутреннем содержании, на качественном развитии, а не развитии вширь, на завоевывании чужих территорий и так далее. Они пытаются задействовать интеллектообразование в внутренние ресурсы, внутренние мотивы, внутренний дух и так далее. И тогда они сделали большой прорыв, и на сегодняшний день, допустим, Швеция является рекордсменом всего мира по проценту обработки мусора и отходов и так далее. Они сейчас перешли в периодовые технологии, у них знаменитые машины, у них знаменитые танки, знаменитое оружие, которое покупает Соединенные Штаты Америки. И чем сегодня, на сегодняшний день может похвастаться Россия? Чисто российскими разработками, если от них оторвать те разработки, которые сделал в свое время Советский Союз, весь Советский Союз. И на самом деле, будущее России, либо в создании равноправной, честного союза народов, федерации коренных народов, либо это будет честный развод, бракоразводный процесс со всеми коренными народами, и Россия останется в границах между Псковом на западе и на границе Рязанью на востоке, на севере от Вологды, на юге до Воронежа. Вот, в принципе, если Россия сконцентрируется именно на внутреннем развитии, без ущемления прав коренных народов, где она им запрещает коренной язык, где она запрещает изучение в школах, где заставляет... Путин сделал недавнее заявление, что он требует, чтобы русские в Татарстане не изучали татарского языка и так далее. Это прекрасно, я извиняюсь, это как... Я сейчас перевожу на российскую мову просто в голове. Языка страны, к которой ты приехал, может не знать либо оккупант, либо человек глупый. Да, то есть это слова Карла Маркса. Вот в таком ключе, вот в таком шовинизме на самом деле далеко Россия не уйдет. Я бы на месте Путина изменил бы общественное мнение не только внутри Российской Федерации, не только среди республик и народов коренных Российской Федерации, но и по всему СНГ одним простым жестом. Вот представьте себе на границе, допустим, с Украиной, все русские в Воронежской области, я не говорю про украинцев, все русские в Воронежской, Ростовской области, Краснодарского края получают указания и в школах проходит обязательно изучение украинского языка. И в посольство России в Украине направляется исключительно дипломаты, знающие украинскую мову. И они на своих пресс-конференциях говорят на украинском языке. Какой бы ажиотаж, какое бы волнение души бы это вызвало внутри украинского общества. И как это было бы на самом деле, тяготение бы к такому брату, было бы естественное такое завоевание общественного мнения. Что делают сегодня американцы? В Средней Азии и в Казахстане очень сильно культивируется традиционный национальный вид спорта кокпар. Это игра как в футбол, но только на лошадях. И туша мертвого барана, она используется как в регби. Его нужно наклониться, схватить и протолкнуться через толпу противников и закинуть его там в круг или в колодец. Так вот, американцы после потери своей авиабазы в Узбекистане и в Киргизии, они вот с прошлого года запустили много проектов, и в том числе проект кокпар. Они создали из ковбоев различных американских штатов, создали целую команду по кокпару. И она официально участвует в чемпионатах мира по кокпару. В Киргизии в прошлом году, в этом году в Казахстане. Ну и представляете, какой ажиотаж это вызвало среди такого мощного, значит, нерусскоязычного, не знающего русский язык, вот такого мощного пласта населения, молодежи, которая часто вырастала на американофобских или русофобских каких-то новых веяниях. И представляете, как резко разворачивается общественное мнение. Вот что было бы с казахским обществом, где сейчас очень сильно неприятие российской политики по Украине, российской политики с высказами Жириновского или Александра Руцкого против России или Лимонова, если бы Путин бы создал бы такую указ, закон, по которому русские приграничных Астраханской, Оренбургской, Омской, Томской, Новосибирской областях, вдруг после окончания школы свободно заговорить бы на казахском языке, люди бы приезжали бы как туристы в Казахстан, говорили бы на казахском языке, но это бы развернуло бы на 180 градусов вообще всю реакцию, все отношения всей Средней Азии к Российской Федерации. И люди хотели бы, может быть, даже вступить в союз более активно, в Евразийский или УДКБ и так далее. То есть, на самом деле, часто Россия со своим высокомерием Кремля, своей элитой, она создает себе, сама проблемы как с соседями, так и с внутренними соседями России, собственно, России, с республиками по Волжье, Сибири и Кавказу. То есть, на самом деле, вот если вы хотите услышать рекомендации или хотите услышать совет со стороны, вот он, маленьким вот таким движением меняется политика на 180 градусов, отношение враги превращается в друзей. Прямо как в 1984-м у Орвелла. Если Океания воюет со стазией, значит, Океания всегда воевала со стазией. Вот, на самом деле, можно парадигмы менять, можно менять менталитеты. И достаточно просто понимать, как сделать, чтобы, если вы хотите сделать врага в друзей, вы обратитесь не к элите, а обратитесь к самому народу и постарайтесь завоевать его душу. Вот почему, допустим, та же самая принцесса Диана была популярна. Потому что она завоевала душу самого простого английского народа. И вот такая политика, она гораздо более эффективнее, чем многочисленные указы по повышению там пенсии, зарплаты и так далее. Или обороноспособности, или бюджеты армии. Сила не всегда эффективна. Ну что, Херунек, наверное, больной для вас вопрос, потому что хлебнули вы горе себя на родины от режима Назарбаева. Как вы думаете, какие должны произойти и в чем должны заключаться эти перемены, чтобы Казахстан стал действительно подлинным независимым государством, чтобы не было никакой опасности, что так называемые русские братья придут и скажут, а это всегда наша русская земля-то была? Ну, здесь разделяется все-таки вопрос на две части. Первая часть – это вопросы тоталитарного режима, который существует у нас в Казахстане, так же, как и в Российской Федерации, и у нас с русскими. В этом отношении мы братья по несчастью, и у нас общая проблема. Путин и Назарбаев вместе с Лукашенко – это на самом деле три головы одного дракона. И когда, как в русской сказке, отрубаешь голову, она вырастает заново. И порой нужно удалять, убивать все туловище, все сердце дракона, и тогда все три головы погибают. Наверное, есть логика в том, когда говорят о том, что падение режима Путина, она приведет к ослаблению и в дальнейшем к падению режима Лукашенко и Назарбаева. И точно так же режим Путина может ослабиться, если пойдет режим в Казахстане или в Белоруссии, или вместе в двух республиках. Режим Путина резко ослабнет, а ликующая российская оппозиция может на одном порыве, вот этом воодушевлении, уничтожить свою бастилию. И для начала потом нужно будет оппозиции, пришедшей к власти, привести все к тому, чтобы мы избежали ошибок Кыргызстана и Украины, где есть рецидив во многом возвращения от демократии к полутоталитаризму. И залогом в этом является отмена должности президента, ведение чистой парламентской республики, как это существует в странах бывшей Британской империи, к которой относятся сама Британия, Канада, Израиль, Австралия, Сингапур, Индия, Пакистан. То есть, в принципе, парламентская республика без должности президента, который избирается на прямых выборах, и он в промежутках между выборами по пять лет практически не зависит ни от народа, ни от парламента. И никакие преступления не приводят к импичменту. Следующий – это суд присяжных, который существует опять же в этих республиках. И нам нужно будет пройти этот путь, распространив суд присяжных на все гражданские, административные и, конечно, на все уголовные дела. Вооруженный народ, где по опыту Швейцарии и Израиля, в каждом доме будет находиться карабин, автомат. И это тройная гарантия от грабителей, бандитов, гарантия от тирании с правом на восстание против правительства, которое незаконное, которое узурпирует власть, и гарантия против вторжения вежливых человечков из Российской Федерации или из Китайской Народной Республики, или откуда-либо. То есть, это такая тройная гарантия. Ну и, конечно, вот право досрочно увольнять любого министра, президента, премьер-министра и депутата, наверное, съездом нижестоящих советов депутатов. Когда там, допустим, Черниговская область собирается на съезде и спокойно забирает, увольняет, оскандаливающихся от депутатов в Верховной Раде, там, от Черниговской области. За один день увольняется и в тот же день на съезде переизбирается, там, три-четыре представителя в Верховной Раде. То есть, в принципе, таким образом, любые скандалы могут привести к тому, что, допустим, за первый год работы Верховной Рады он может обновиться за один год на 70%. И это касается и не только Казахстана, но и такая система может сработать и в Российской Федерации. Теперь по поводу защиты от нападения Российской Федерации. Ну, достаточно иметь просто элементарно военную силу. Если я близко подойду к этому вопросу, то у нас в Российской Федерации имеется 41-я армия на границе с Казахстаном в районе Новосибирска. И вторая армия, которая находится в районе Оренбургской области. И 58-я армия общевойсковая находится на западной границе Казахстана со стороны Поволжья. Стоит напомнить, что 58-я армия знаменитая участвовала в аннексии еще и в Приднестровье. И в Приднестровье тоже участвовала. Там, по-моему, 14-я армия Лебедя участвовала. А 58-я участвовала в операции по Северному Кавказу, по Чечне, по Абхазии, по Северной и Южной Осетии и так далее. Вот три армии. 58-я, 2-я, 41-я армия находятся вдоль границы с Казахстаном. У нас в Казахстане находятся четыре военных округа со странными названиями. Запад, Восток, Юг и Астана. Севера нет у нас. Его условное обозначение Астана – это резервный толовой округ. То есть они обеспечивают южное, западное, восточное направление, но никак не северное. Северное у нас надежный, наша жопа прикрывается нашим союзникам. И поэтому эта жопа не нуждается в том, чтобы там был целый военный антироссийский округ. Поэтому его назвали Астана. И отличие вот этого военного округа от остальных в том, что в нем нет войск. В нем есть одна бригада, которая находится в столице. И бригада, которая расположена вдалеку от границы, в Караганде. Вот две бригады. То есть у нас нет в Кустанае, в Павлодаре, в Петропавловске, в Ковчатае у нас нет войск. Нет ни одного батальона, ни одной роты и так далее. То есть на самом деле, когда я говорю, что армия – это прививка против агрессии, это гарантия мира. Отсутствие армии означает приглашение к войне, приглашение к агрессии. Заходите, ребята, мы вас ждем, вежливы человечки, мы вас встретим отсутствием войск и цветами даже. То есть на самом деле вот такая ситуация провоцирует Россию на нападение. Вот в таком ключе еще один такой фактор. У нас в каждом округе располагается разведполк. Кроме округа Астана. То есть в принципе у нас, мы не знаем даже положение, что там находится на прилегающей приграниченной территории. Вот в таком ключе. И вот видите, вот эта бездарная антипатриотическая позиция, она приводит к тому, что очень сильная опасность над Севером Казахстаном нависает все 25 лет независимости. И вам скажу такой факт. Вот, допустим, в Кустанайе, который я упомянул, где нет войск, зато есть российские войска. Там есть целый авиаполк, якобы для поддержки Байконура. Находится в Кустанайе, далеко от Казахардинской области, от юга, от Байконура. И вот целый авиаполк, который летает свободно из России, может завести неизвестное количество вежливых человечков. Вот вам канал доставки мимо таможни, мимо пограничников, мимо всего. Может завести скрытно на свою базу, перевести его дальше на Байконур. И уже из Кустана и из Казахарды спокойно проводить любые операции спецназа, ГРУ. Я думаю, ГРУ России этим пользуется. И я просто хочу напомнить нашим товарищам, которые сидят в генштабе Казахстана, этим бездарям и трусам, которые никак не могут положить свой, скажем так, так называемый портбилет на стол и сказать, все, ухожу из армии, так как с моими там рекомендациями не служится. Так что вообще все это приводит к тому, что мы в очень сильно опасности находимся. Спасает только лишь, к сожалению, трагедия в Украине, когда Украина оттянула от себя, на себя, порывом российскую агрессию на себя. Но была информация, что вперед Украины Россия собиралась напасть на северный Казахстан. И вот Майдан спутал карты во многом, и все привело к тому, что Россия ввязалась в войну. И к счастью для Казахстана и к несчастью для Украины война на Донбассе оказалась затяжной. И Запад, фактически провалив свои ядерные гарантии, не сдержав свое слово, которое было по Будапешту и Лиссабону, оно потихоньку-потихоньку ввязалось в санкционную войну. И Россия сейчас очень зажата. И она сейчас, ей сложно подумать про нападение на Казахстан, потому что это приведет к вообще жестким санкциям на украинской волне. Так что в этом плане нас спасает не собственная собранность, не собственный патриотизм, а просто то, что Украина очень сильно проигрывает экономическую войну из-за проблемы Донбасса. Поэтому мы не из-за сильного Казахстана, а из-за втягивания России в войну на Донбассе, да еще теперь еще и в Сирии, она, получается, оказалась вот в такой патовой ситуации, и это отчасти спасает Казахстан. В целом, надо, конечно же, вооружать народ, нужно иметь сильную армию. И вот на этих двух постулатах, плюс сильная демократия в Казахстане, где будет народ участвовать реально в жизни страны и власти, когда народ с помощью съездов маленьких рад, маслехатов, будет съезды, допустим, маленьких парламентов, которые должны быть созданы в каждом квартале, в каждом селе, и их съезды будут формировать всю районную власть, областную власть, республиканскую власть, они будут подлинной народной властью, и она будет антиолигархической, и сможет элементарно противостоять любым внешним и внутренним угрозам. Знаете, тут у меня закралось маленькое сомнение, потому что вот у нас сейчас в России, в Москве проходят муниципальные выборы, это выборы, в общем, муниципальных депутатов, так сказать, такое низовое народовластие. И люди реально сейчас преподносят это как часть такой теории малых дел, то, что вот мы на местах займем какие-то посты и будем, значит, за народ, значит, за людей. А путинские наверху нам не могут ничего сделать. Но по факту ведь у муниципальных депутатов-то никакой власти нет. Правильно. Я просто к чему веду, что изменение расстановки кадров местной власти, оно невозможно, то есть к изменениям не приведет, приведут только смена действительно режима в России, смена режима Путина, а в Казахстане режима Назарбаева. Но мы говорим немножко о разных вещах. Естественно, то, о чем я говорю, о власти, о съездах маленьких парламентов, это все произойдет после, скажем так, Майдана и ухода режима Назарбаева и его большой семьи. Когда изменится власть и в элите, в новой элите Казахстана или в России, сложится понимание, что нужно создавать на основе съездов маленьких парламентов, только она и сможет принять такой закон. А что это за система? Это вот представьте себе, когда, ну допустим, съезд городских кварталов, ну допустим, Светошинский или там другой район в городе, в Киеве, имеет примерно микрорайонов, ну скажем так, или кварталов, ну допустим, 200 кварталов на один район. И вот представьте себе, 200 парламентов собираются на съезд в каком-нибудь Светошинском районе, и она сама избирает всю районную власть, главу администрации, избирает парламент района, и полностью прокуратуру, и милицию, и начальника РОВД и так далее. Всех чиновников нахрен увольняет и полностью рассаживает своих людей. А еще их обновляет каждые полгода. Вот это власть. А вот представьте себе, что вот этим маленьким парламентам дали еще больше власть. Им дали избирать полностью парламент Черниговской области и главу Черниговской области. А потом дали еще всю формировать полностью вот этим съездом, вместе с Обращимся, дали право формировать, избирать Верховную Раду президента, премьер-министра, Верховный суд, Генеральную прокуратуру. Ну тогда уже вы видите, что местное самоуправление, оно не как сегодня херовое, ей сегодня не доверяют даже уборку собственного квартала. О чем идет речь? Конечно же, вот эти депутаты, про которых вы говорите в Российской Федерации, они не имеют ничего, ни бюджета, ни функций, ни полномочий, ни власти, ничего. А вот представьте себе, когда им дали не только улицу, но им дали право избирать всю районную, областную, городскую, и республиканскую, и федеративную власть. Естественно, они будут все функции через свои законы, они будут спускать вниз. Меньше полномочий будет в центре, все, что необходимо там, обороны и иностранные дела, а все остальное, бюджеты, полномочий будут спускаться вплоть до кварталов, до районов и так далее. И естественно же, естественно, вот тогда это будет совершенно другое местное самоправление. Это будет самоправление, которое имеет право на все, которое может сказать, слушай, а что вот этот премьер-министр, что он фигню какую-то огородит? И это говорит депутат какого-то парламента квартала. И он говорит, давай созвонимся с другими квартальными парламентами и соберемся на следующую неделю. Собирается и договорится. Так, вот мы собрались на районный съезд, мы ставим вопрос, допустим, по поводу Порошенко или по поводу кого-то ни было. И они проводят там через месяц съезд общереспубликанский, общеукраинский или общероссийский съезд квартальных и сельских парламентов. Вот эти маленькие парламенты собираются и полностью изгоняют главу Черниговской области. Вот это и есть власть. И что получается? Вот эта система, она приводит к тому, что бюрократия уменьшается в 10 раз, полицейская армия в 10 раз, упраздняется полностью ОМОН, спецназ, никто никакие митяги не разгоняет и так далее, и так далее, и так далее. То есть, все, пирамида переворачивается с ног на голову. Полностью, фактически, идет к тому, что, допустим, при такой системе власти через 50 лет от государства остается только самый минимум. Это идет к тому, как раз, о чем говорили в свое время мыслители еще 19 века, к уничтожению государства, его репрессивной сущности. Это новое, старое забытое, это новое. И старого забытого. К этому мы еще идем, к этому идет человечество. И, опять же, мы начнем это перенимать только тогда, когда этим займутся скандинавские республики, страны. Когда опробуют другие страны, мы скажем, ба, оказывается, идеи Бакунина-то все-таки прижились в Норвегии. И то есть, вот таким макаром, пока мы будем здесь бояться делать что-то такое, что опередит США, Европу, Азию и так далее, мы по привычке будем ждать, пока это опробирует, наверное, полмира. Вот в таком ключе я думаю об этой идее.